Время эльфов прошло, настало время зелёных, но уже достаточно спелых. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, и мы продолжаем играть за зеленохожих. А здесь, кстати, ага, ты не дотягиваешься, да, как подкрепление. Ну ладно, подождём тогда. К сожалению, не засчитывают. Хотя могли бы, как вот у спринтеров, да, там, по первой части тела, которая пересекает линию, вот, а там голова уже в Верерной практически в эльфе. Эх, ну что, придётся ему подождать, пока ему придётся с этим жить. Ну что ж, дальше мы тут чуть по мелочи. Ну, можем порядок, там он всего лишь минус один, но навести. Так, армия у меня ходила. Армию у меня ходили. Мочи гадов, тут турист. Пока что продолжает круг. Продолжает делать круг. Переходим к нам у Блук, да. Ну, там надо было как-нибудь... Начинает ходить наш у Блук, там. А теперь давай у Блук что-нибудь в этом роде. Но он у нас стоит. Хотя, ну, чё стоит? Давайте по-прежнему задерживать эту армию. Он её не собирается, судя по всему, отправлять как подкрепление, но мало ли что случится. Какой напиток ему голову ударит? Или какая жидкость, да? Ну, разные интерпретации бывают в этой фразе, так что там бывают и жидкости бьют в голову. Да, и тут может что-нибудь покрупнее прилететь. Так. Помасштабней. Погабаритней. Давай, шамана. Как гарнизонного полководца тебе дадим. Конечно же, у нас ажак для вот этих шаманов есть. Но в гарнизонах почему бы и нет. Почему бы и нет. Так, здесь даже уже обнаружение скавенов построил. Ну, давай вот так, чтоб не надоедал. Хотя север-иврис еще там не застроил. Ну, что сделаешь? Может, это уже последняя серия, на самом деле. Мы, в принципе, можем одержать сейчас победу. Нам осталось еще одно блюдо отгадать. И в целом эльфов уничтожить, которые спрятались на территории Норска, да? Нам-то уже на территории Норска это и не нужно. Мы все морские ингредиенты собрали, которые, в принципе, либо в море найди, да? Либо, вот, посражайся, уничтожь, разрушь кого-нибудь из этих нерзавцев. Так, тут... Че, серьезно, тут никого? Ну, дворец на побережье может быть. Отец где-то там. Отец Иврисы. А вот оно. Да, набирает тут экстренно. Лотернскую стражу, в общем, копейщика, все, что может. Это все, что у него есть. Гарнизон небольшой, так что одна армия даже может справиться. Перебрасываем. Перебрасываем. Хотя бы нет теперь вот этой навязчивой ерунды, да? И на том спасибо. В прошлой серии что-то заглючило. Мышу. Мышу. Она была бешеная. И надоедала. С предложением с одним и тем же приходила. Да, может, сейчас будем готовить и тоже такое начнется опять. Ай, ну что? Орелон. Удивляй. Удивляй, давай. Хотя предлагают нам их разбить прям в хлам просто на автобое. Но здесь это все-таки элита. Давайте уважим. Как-никак элита. Можно было еще ваг отдать под руководство искусственный интеллект. Ну, пусть бы они ломили в бой. Ну, с другой стороны, больше мяса Сержу и его друзьям достанется. Будут они отрываться вовсю. Тос-бартос. Так, подкрепление подходит с этой стороны. Как раз где удобнее всего было бы ставить. Ну, ладно. Гоблинцы построились. Построились. Великанов наших растащим. В принципе, идолы есть. Великанов сейчас особо нанимать даже и не требуется, на мой взгляд. Прям такой необходимости нет. Всего хватает, всего в достатке. И каменные как-то веселее смотрятся. Швырялочку еще тут поставим. Швырялочка, кидалочка. Щиталочка, шаталочка. Все, погнали. Все, летающие птицы. Армия. Какие еще сюрпризы нам несет, а, элитарин? Может, он что-то еще интересное приготовил. Так, ты по летунам сразу бьешь. Попадешь? Я еще подумал, если хоть попадет разочек... Подожди-ка. Я забыл вот это сделать. Думаю, хоть разочек, если попадет, то мы оставим ему приказ этот. Стреляй, пожалуйста. Стреляй сколько душе будет угодно. Но раз он не попал, то пусть кидает вон и этот, и этот в толпу предметы. Хотя можно пострелять самому попытаться еще. Здесь по тени ровности есть определенные... Которые будут прицел сбивать очень жестко. Ну, примерно сейчас как раз должен этот снаряд зайти. О, отлично. Бей эльфов. Ой, сейчас... Нет, жаль. Птичка не попал. Эх, птичка-птичка. Невеличко. Ну что, по кавалерии. Причем он, кстати, часть армии бросает на ваг. Я предлагаю тогда... Им не бежать. Встать здесь и просто ждать. Серьезно, дружище. Вот это, я понимаю, ПВО работает. Да, они очень жирные. И они в любом случае дойдут до цели. И, кстати, их не так-то сильно и покоцали. Если посмотреть. Если смотреть, так-то им еще и не сильно досталось. Верно. Точно, и гидра эта вага. Ну ладно. Вперед. Порвать их. Старушка. Верная моя. Давай еще идола призывай. И солнышко сюда. В общем, пусть веселятся, малыши. Здесь там нам хватает всего. Я вам бы отдал приказ на самом деле расстреливать. Вам просто сражаться с всей толпой вот через шифт вот сюда. Эхс. Опрокинули мне тут швырялочку, кидалочку. Летуны так-то свирепствуют. Тролли ломают мерзавца. Не дают веселиться. Летуны только-то сейчас и непокорны нам. Все, уйди. Уйди, уйди, уйди. Тролли, хильтесь потихонечку. Разрешаю вам. А почему? Куда, 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 куда? Не, 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 не. Давай сюда. Здоровички, работаем. Это ваш праздник. Там в лесу кого-то замяли. Ну, если так посмотреть, ну, тролли у нас сейчас вот тут могут слиться. Но один, если спасется, убежит, то это уже. Уже что нужно. А ну-ка, в упор, в упор. Давай камень в них. Дружище. Нет. Они решили драться. Кидать за все. К сожалению, в упор. Они не захотели камнем по морде получать. Они подумали, да ну его нафиг. Наверное, лучше мы это... В бой пойдем. Уговорил. Так, здесь у нас что, рыцари? Вперед. Гобла перестроится. Перестроится. Здоровяк. Ну, подключись так по мелочи хотя бы. Это заклинание, кстати, против них будет неплохо заходить уже. Столько заклинаний, столько вот прям, прям... Не знаешь, что выбрать, да, вот в такие моменты. Ну, все ж, все ж хорошее. На взлет. Внизу такой Вьетнам творится просто жесткий. Ай, у вас тут еще полководец живой, да? Ну-ка, Гром, займись. Лично пойди, возьми красавицу, прогуляйтесь. Пригласи ее покататься. Машины вперед. А ты не попадаешь, все. А ты все не попадаешь в ноты, а? Не, у элитной, конечно, с камнями прикольно, но когда сражаться приходят... Ух ты, а что, обычные тоже уже получили такую возможность? Не было. Не было у них такой анимации. То есть, голову поднимал только элит. Изначально, по крайней мере, в раннем доступе, сколько бы на этих не смотрели, он голову не отрывал и не поднимал над собой. Сейчас у них, значит, тоже появилась такая возможность. А, и все тебе, короче. Все бонусы, какие только есть. Так, ну дыхание. Просто накинулись на колдунью. А я вовсе не колдунья. Хотя, можно тут вспомнить за твои зеленые глаза. Да? Называет тролль тебя колдуньей. Ну что, он вот, маг жизни, зелененькая такая. Соответствует целиком и полностью. Тебя там на телеге, на твои особо-то и не видно. И никто не возвращается. Я вот даже думал, что вернутся. Эти вот рыцари. Будут сражаться за свою предводительницу. Суне. Им кофе. В общем. Избиение этой элиты. Ну, не сказать, что пошло по плану. Надо было реально вакуу отдать. Приказ сражаться автоматически. Так веселее намного получается. Успеваешь посмотреть больше. Ну, никто не погиб. Один тролль выжил. Все хорошо. В принципе, давай в исполнении потерь. Деньги не вопрос, как делится. Что-то, что у нас. Тролля сливать сейчас не станем. Предлагаю отправиться даже в город, чтобы восстановить еще побольше. Может, троих там сразу. Неполноценных, но таких вот здоровеньких уже. Рудит. Сама земля. Ну, это же все-таки. Каменные тролли. О. Дружище, а ты куда побег? Э. Хлопец. Мы с тобой не пообщались. Мелвин. Ну, ты хоть нам что-нибудь молви, а. А то с подтяжка на слабенький город напал. И то он бы тебя отпинал. А тут сразу взял и сбежал. Некрасиво так делать. Ну, некрасиво же, а. Пришел в гости, да. Ноги на стол. И не пообщались даже. Ему-то заняться больше нечем, понимаешь? Он за тобой побегает. Ему сейчас заниматься абсолютно нечем. А святилище разрушено. Вопрос. Оно разрушено или принадлежит Скавеном? А ну-ка сейчас проверим. А оно принадлежит Скавеном. Клан Риктус владеет. Наш враг. По сути, мы святилище можем сейчас себе забрать. При желании одну армию взять вот сюда так. Оп. Собрать. Весело и дружно и увести. Весело и дружно. Шагаем. Ну что, давайте блюдо какое-нибудь готовить. Сейчас какое-нибудь блюдо будем готовить. Иврысы, 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 иврысы. Строительства больше нет. Как должно выглядеть это самое блюдо? Грибочек, да? Какой-то такой подозрительный. Пор-пор-пор-пор-поп-попом. Секретный ингредиент. Зеленое с синим было. Можно в целом попробовать зеленое с красным. Либо, ну, синий был. Хотя, оранжевый тут вообще как. Желтый, точнее. Три секретных ингредиента это. Ну, давай, зеленый с красным пока что попробуем. Зеленый с красным бодягой. Ну, и четвертый ингредиент уже будем... Точнее, третий. Выяснять пытаться. Что там такого секретного? Так. Подожди. Ну, ты не туда. Ты ж закинул-то не туда удочку, дружище. Исчезни. Ну, на всех случаях, вдруг они еще и дублируются. Так, ну и всех рыбок прогнать, да? Тыкс, значит, это все-таки... Если гриб ингредиент там секретный, то это не красное-зеленое. Это не красное-зеленое. Зеленое-синее у нас здесь. Жареная рыба как раз. Так что можно попробовать зелено-желтое. Тоже желтый все лишь один раз использовался. Берем, допустим, крылья. Желтый. И добавляем. Красный. Красный. Нет. Синий-синий-синий. Синий-иней. Лег на провода. Тоже нет. Уи-уи-уи. Ну давай тогда зеленый-оранжевый такого не было. Сейчас. Зеленый-оранжевый. Снова проходимся подряд. Тут и три ингредиента уже бывали. В секретных материалах данного дела. Нет. То есть это уже точно не зеленый. Мы попробовали зеленый сейчас с красным. Зеленый с желтым. Зеленый с оранжевым. Ну либо все-таки. Это как секретный ингредиент играет большую роль. Тыкс. Зеленый отсеиваем. Зеленый отсеиваем. Сейчас берем наверное красный. Можно с тем же синим. Зеленый уже подставлять не будем сюда. Берем красный. Переставы. Хамбургер. Нет. Зеленый не секретный ингредиент. Вас еще раз прогоняем тут. Тоже не секретный ингредиент. Но это не красный-синий. Красный больше кроме как с оранжевым не взаимодействовал. Поэтому можно сейчас попробовать еще с желтым. Убираем. Цветочки ставим. Прогоняем. Нет. Тоже нет. Ну а красный с оранжевым тут по-моему был. Да. Красный с оранжевым. Отбитые ребрышки багмана. Они уже работали. Так что еще раз вряд ли это пойдет. Синий. Синий работал и с оранжевым уже и с зеленым. Поэтому только с желтым-красным. Если я еще сейчас не пропустил. Пирог. Да ладно. Ты же сам готовишь. Да как? Ну так. Это же нейтралиха для тебя готовит, дружище. Обидно. Желтый нет. Давай грибочек. Уви. 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 Хотя мог что-то пропустить сейчас. Отвлекаясь. Но не меняется. Не меняется блюдо. Желтый цвет у нас только с оранжевым. Но мы сейчас и синим, и с красным, и зеленым уже прогоняли. А желтый с оранжевым смысла нет. Ну только если здесь когти феникса являются как секретный ингредиент. Мавак за эльфов. Ну судя по всему придется дождаться тогда когтей. Ну чтоб уже наверняка понимать, что что-то не так либо делаешь. И что-то упустил. Ну так сейчас можно еще гадать-гадать. Хотя если все на него... Вполне возможно, что на него и завели, чтобы в компании вихря ты быстренько не собрал. Чтобы на эльфов пришлось отправить ваг. Да, это было бы очень-очень логично все-таки отправить нас. Так против высших эльфов хоть и один и тот же бонус, как и против темных. Но... Хотя здесь скорость исследования 20%. Смотрите, урон от выстрелов 10%. Но по процентам так-то все-таки отличается. Тем не менее, нам не засчитали. Не написано, что для этого ингредиента нужно именно высших эльфов замочить. Но именно об этом, наверное, там и думали, когда писали это описание. Да ладно тебе, ну тролля единственное, что может похоронить. Не, не похоронил, смотрите, автобой. Автобой этого не похоронил, тролля. Последнего одиночку. Противник погиб. Че-то будешь еще отправлять к нам? Ты, если что, говори, не стесняйся. Чего? А в честь чего он ранен? Это сейчас способность какая-то сработала? Особенность? Просто как-то раз так и пузан ранен. С какого перепуга? Ну, давайте великого гоблинского шамана призовем пока что. Уверенного такого в себе. Уверенного, уверенного. 33 левел будет у него. Ну да, уверенного. Берем уверенного. Сразу паука тебе даем. Бессмертие. Хотя, занять место грома, это уже нужно быть бессмертным. Уже... Уже понимать, что... Что что-то не то. В какой-то момент тебя могут просто... Скажем так, поставить на место. Ну, или превратить в мокрое. Самое место. Это все одно. В данном случае будет. Сквигов нет. Так, гоблинов, да. Волынчик. Такой роли не играет. Катапульты, катапульты. Давай, гобла. Где она здесь? Стрелячие пацаны. Это орки, колесницы, ездуны, гобла. Ну, здесь все гоблины бафаются. Давай, гоблы. И тролли. В принципе, раз ты заменяешь пока что грома... Спас бросок всех отрядов орков. Это не то. Вот, гоблины. Вот они, тролли, великаны. И круши быстрее. И тебе можно, кстати, что-то вкачать. Ну, вот это пока что. И стратегической такой ветки. А, так объясните, что случилось с громом? Никакого события, никакого покушения ведь не было. То есть, просто битва. Ну, в битве его не могли ранить. Такого не бывает. Да, ну, не может быть. Чтоб его в битве так ранило. Я не верю. Я им не верю. Копейщиков слишком много. Просто огромное количество копейщиков сейчас на стороне эльфов. Еще и лучники. Ну, то есть, наших пауков могут ушатывать очень быстро и легко. Ты не помощник, да? К сожалению. Не помощник. А если ты... Ну, в любом случае, у нас есть еще ваг. Так что мы здесь... Если он... Ага, он не высаживается. Нифига. Ладно, хорошо. Ваг пока что действует. Эту армию мы отправим уже охотиться на святилище. Ну, он справится. Я верю в Шишкован. Хотя, ну, по идее, может быть и достанет сейчас. Если сможет высадиться вот здесь вот прям... Так пусть бей. Вот, давай. Сейчас вот максимально близко. О! Ух, как паук сразу. Нависла нужная точка над этими эльфами. Причем можно использовать стремительный удар. И ваг тоже будет отсекаться. Ну, какая разница. Так будет веселее. Сражаемся. Правда, из-за этих битв... Наверное, уже на финалку не успеем отправиться. Но, с другой стороны, нам нужно дождаться теперь вакха. Чтобы приготовить пятнадцатое блюдо. Пятнадцатый рецепт. И потом только идти на финальную битву. Так что в этой серии тут же точно мы не успеем. Вакху, кстати, опять я не поставил галочку. Тут ничего так и не менялось пока что. Как минимум для этой компании точно. Тролли. Остаетесь прикрывать. Вас предлагаю спрятать за холмом. Вы лучников пойдете гасить. Прямо это будет отличная затравочка. Давайте вот так вот. В матерах нароков посерединке. По краям лавовые. И уже на флангах самые обыкновенные. Ну и мамку прикрывая полководец, знаешь. Свинтус, ну ты зачинщик. Здесь еще парочка отрядов. Гоблы. Ну это так. Подтанцовка, если что. Погнали. Ох, кавалерию сразу в бой бросает. Может даже сейчас пауков придется отвести чуть-чуть. Чтоб наши гоблинцы расстреляли. Оперативный катак. Бегом. Вас можем поставить на этот фланг. Для разнообразия. И лучников тоже на этот фланг. Все. Кавалерию он отправил на убой просто. Хотя один отряд вон успевает даже еще вернуться. Но драться он вряд ли захочет еще раз. Ну что ж, погнали. Ты, кстати, тоже быстро и сачно ходишь. Можно маленький ваг пробубнить. Чуть вперед. Маленький ваг можно еще и пробубнить. Там и ножку горка, и маленький ваг. И сейчас темную ночь споешь. У меня вот эта способность. Которая в толпу тут бы взошла просто великолепно. Ой, ты в клетку меня поймал. Ай, как мы давно этого не видели, да? Неужели ты думаешь, что смог бы сейчас ранить? Да, так-то мы за кавалерий твоей не гонались. Мы не пытались ее поймать. Нам на нее по большому счету плевать. Прости, но это правда. Яви свое могущество. Просто минус один отряд. Хотя, а ну-ка, давай вот так вот еще. Подожди, не уходи, не уходи, не уходи. Пусть тьма поглотит. А теперь можете сваливать. Хотя, ну тут... Они-то уже выстроились в линии. Уже не так интересно. Раз, это 4-5, давай сюда. Даже... О, подожди-ка. А кто сюда бежит? Я случайно выбрал вас? Ребятушки, ну не надо, не надо. Спасибо. Спасибо, что бросились мне помогать. Так оперативно вот прям вот вызвались. Спасибо, спасибо. Но не нужно. Не стоило напрягаться, не стоило. Не стоило, но того не стоило. Все, погнали. Так, и 70 дальше. А вак тут гуляет, так-то хорошо, смотрите. Прям догоняет ест, Пакман. Пакман мира Вархаммер. Загоняет, прям, смотрите. Ох! От души. От души. Подушили. Вас. Так, сейчас можно еще попробовать ножкой топнуть. Вот где-нибудь вот здесь. Уходи, 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 уходи. На себя. Ай, вражеский лорд там уже ранен. Вперед. Ты выживешь. Ты способный. Они пусть подходят. Паучки, уползите. Уползите чуть-чуть здесь. А вак мы можем уже отправлять в бой, кроме тебя. Всех. Ах, кстати, у тебя получается материнский инстинкт тоже-то есть. Теперь. У всех пауков. Ой, как сейчас хорошая тема может зайти. Ну, и сейчас ограничение сработает. У меня же 20 отрядов и так в бою. Сейчас вряд ли подкрепления эти придут. Там вак неполноценный был, поэтому несколько отрядов еще позволяет. А вот всех призвать сейчас... Хотя нет, смотри, что выползают. Повыползали мерзавцы. Полноценненько так повыползали. Их, конечно, лучше лицом повернуть. Все правильно, через шифтинг мы делаем это все. Сейчас. Гоните, гоните, гоните сюда. Габло в атаку! Сможете еще призвать? Больше пауков! Дам до 40 запас. Пожалуйста. Хочешь больше? На тебе больше пауков. Ну и пора уже арахнороков ввести тоже в бой. Пусть повеселятся. Не надо вот это вулканное извержение в себе держать. Правильно? Ну давай, давай, шифт долго. Долго. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у... Ай. Близко. а лавовые паучки у нас где здесь сражаются ты и ты здесь да ну давай вы тут по большей части своих миссия мелочь а кто еще тут хочет посражаться я не понял вас конечно много было но мы даже паучатами могли заспанить вас не говоря уже о лучниках о магии магия очень классно большой ваг даже плане топота повеселее чем вот маленький ваг говорящий и вот удар башкой башка взрыв сразу видно жак работает будет да у нас исключительно головой как я и говорил из этого это и началось прохождение сделал заявление о работе своей головы мы мелких шаманов уже нанимать не будем будем даже использовать предводителей орков скорее всего и к ним добавлять шаманов этих паучков уже нибудь таком количестве собирать как минимум точно давай разговариваем зима хотя смотрите а нет я думал опять час не захочет занимать победу модель 3 а ты еще не побеждал тем более шишка вон смотри как у тебя был подлетела подарок на день рождения не знаю когда день рождения но считает если что авансом последний левел норков и тебе не ну давай ладно швырялки качнем качнем швырячка хоть она у тебя всего лишь одна но пусть будет чё с громом случился тут непонятно похоже не с варенье похоже что-то он там съел не то хотя вроде как бы готовить все сандо чем вот этот но нет подвел желудок на где-то сейчас под кустами оскверняет ултуан прям экологическую обстановку на ултуане резко просто прям вот моментально ухудшил всего лишь несварение у грома да давай конечно же те качнем те тоже ускорением броня и раз такая тема давай тоже беготню лучшим а вам ну все-таки фляжку тролли так еще не качал надо попробовать такой подход засвете этот город и иди дальше целом ултуан под эльфами целиком и полностью только братья поделили ултуан ну эльтери он как-то странно очень не справляется со своей задачей у него по сути здесь небольшой кусочек ултуана восточная часть его до орков нужно было изгнать не дать ножской пиратам так спокойно гулять но если орков он еще смог изгнать то вот с пиратами он не справился и еще не ну с наркейской это наркейской пытался угрозой справиться даже добрался до и земель захватил один город я был удивлен что он там он позволил на ултуане пиратам процветать но на территорию норска забрался я тебя вы уже тоже врагом считать не буду все иврисы уничтожен то есть теперь фракции иврисы нет и загвоздка вся лишь в последнем блюде в пятнадцатом мы уже будем дожидаться тогда отвратительная вонь грызунов чувствуется здесь повсюду повелитель ну тут клан рикту сорвали вашу власть примите мир кстати да чай ложь перестала распространяться среди ваших последствий кстати да тут то на самом деле скавин и занимаются территория эти отправим нашего разведчика вперед чуть-чуть шишка ван морем быстрее будет пока у тебя вак можно вообще не опасаться особых сюрпризов мало какая армия учитывающую паучку что мы можем призывать на учих наездников супер сквигов здесь еще ну вот материнский инстинкт способность для пауков архнарока классная тема особенно если у тебя вот такая армия с рахнароками сразу бац даже пехота не нужна вот в этом случае все он загнал себя в угол только если он разбежавшись признаться скалы но мы его туда столкнем мы вот туда сейчас тупую да сказал лорд тупой эльфским тупой идем сюда нашей территории мы защитили можем даже отправить его в небольшую атаку пусть прогуляется мне кажется пока этот стек сидит людишки сюда больше не сунуться чтобы людишки пришли и напали снова на мои южные земли нам у материк принципе он целиком полностью принадлежит только мне мне надо увести армию хотя задерживать уже смысла нет чисто так традиция не нарушаем традиции туристов которые по западной части у кто нашел можно даже уже уводить на горон посмотреть что там темные эльфы со скавинами какие территории они делят может там на самом деле выше уже укрепляются на их земле сила их велика и на них давят без конца но орден хранителей знаний 9 сейчас я тайн 3 мы на первом месте то есть с нами секса ты вот давненько я знаете не видел все таки лизардменов в числе ну наверное даже топ-3 секса тыль так тем более хотя свою столицу он профукал так ли с отхватил ее тоже такая ситуация достаточно не часто у меня в компаниях бывало мазда мунди чаще это мазда мунди вон вышел на вторую строчку и текли в общем там у них по договоренности получили в тот самый дальний поход куда их посылали ближайшие враги они такие ребята в общем послушные были их послали они пошли сейчас же мазда мунди он вышел на вторую строчку и кстати темных и не посмотрел сейчас не обратил внимание темные как-то марать это осталось 1 всех остальных темных уже нет она под себя их подмяла о о возродился отлично лично спасибо и наверное в целях он снова появился данный уничтожить его заново давай грома заменитель удивляй идешь сюда обыскиваешь руин пока никаких сюрпризов светилища кейна ай просто купил мы-то меч не можем вытащить но светилища тем не менее построен доход от трофеев после битвы увеличится скверно будет уменьшаться что очень очень полезно сейчас учитывая что тут скавины сидели на ултуане эльфы позволили сидеть скавином своем по сути священном городе в котором реками лилась кровь и веками она лилась выше темных эльфов постоянно то одни то другие захватывали культ удовольствия и в десятку входят то есть все таки эльфы их скорее притесняет но тут тут сейчас царица халида на шестом месте ритус на пятом по территории у них всего 10 это удовольствие всего лишь пять представляете они на десятом месте но них уже уже поселение фиксу от или вот 20 вы 27 6 и гермейстера 16 тебя и а тайна сорок лет на третьей строчке то есть сексу отель на практически в два раза поселение меньше имеет на строчку выше и залез и а тайна орден хранители 22 города евро сейчас уничтожим с иврисы мы сейчас разберемся так углов и из углов поднять паруса так ну в принципе ты давай отправляйся уже ты отправляйся во внутренней провинции светилище мы можем и остаться рак нику сейчас хотя может тут понадобится помощь помощь может и понадобится давайте сейчас сдадим еще ход и на этом серию завершим так море ужаса строим юг юрисы стены уже будут везде скоро и еще блестяшки телом под и еще блестяшки замечательное дело этот аппендицит смотрится очень интересно сейчас красненький красненький наконечник можно было чуть по-другому слово сформировать и зазвучало бы совсем иначе не будем чё хочешь мирный договор но уже готов платить нет мне нравится что мы с халидой воюем против одного врага хоть она и не согласна на союзы относится к нам хорошо но при этом на сближение не идет да ну как то конечно же объявляем войну сейчас ты еще и получишь за эльториона плюшку но забирать я не могу представляете опять давайте разрушить чтобы хотя бы их фракция была полностью уничтожена блистающий чешуя как-то некрасиво только разрушением неправильно и победить фёдор неправильно обыскать риме сидит тут небольшой отряд хотя хороший отряд сидит гарнизона как такового нет но отряд неплохой же ну давай ладно используем лагер гулак небольшой наш снега и ракника наверное отправим уже помогать в общем на этом серию предлагаю пока что завершать веселиться пусть ожаг да тут мы уже идем финал финалу лишь коронное блюдо нужно приготовить для грома который до сих пор еще ранен судя по всему у нас да еще три хода будет отдыхать после несварения на этом на сегодня все друзья мои с вами был веру всем добра пока-пока